Асаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях представитель боксерского и кикбоксерского клуба Ахмат Турполтакаев. Я Турполтакаев, 7-кратный чемпион мира по кикбоксингу и муэйтэй. Мне 36 лет, я занимаюсь спортом уже очень давно. Сейчас буду, планирую дебютировать в боксе. Посмотрим, что из этого выйдет. Подписывайтесь. Турпол, ну, твое возвращение можно назвать так, возвращение блудного сына. Ты оставил спорт, ушел и теперь возвращаешься. В первую очередь хотелось бы узнать, какой мотив тебя заставил снова вернуться в зал и начать пахать. Ну, как бы поправлю, что я заявлений, конечно, об уходе не делал. Были планы, как бы закончить там и так далее, но потом я готовился на протяжении 6-7 месяцев. Был готов к бою, да, там, но были, короче, свои проблемы с организацией. Так, боя не получил. Соответственно, потом пандемия. Ну, и как бы в пандемии думал, что уже по кикбоксингу уже точно, как бы, уже дальше некуда. Только на Глории, если у меня там с визой проблемы были, и думал, терпения у меня не хватило, думал, пока буду сейчас это все получать, в общем, время пройдет. А то, что заняться боксом, это еще с 2007 года у меня как-то были предложения. И в последнем разговоре с главой, это было еще два года назад, когда мне сказали в бокс перейти, ну, как бы предложили, можешь попробовать себя. Ну, тогда я еще, как бы, психологически не был к этому готов, как бы, в общем, было время подумать за счет этого. И, в общем, наконец-таки созрел. Думаю, дай-ка попробуем. И, в общем, начал тренировки, и вот должен дебютировать скоро. Когда у тебя бой намечается? Пока никакой даты нету. Думали, что будет в октябре, но немножко там организация, говорят, что отодвинулась дата. Ну, пока ничего конкретного нету. Ну, в общем, будем ждать официального объявления, и потом уже скажем что. Пока готовлюсь. Какие у тебя козыри в переходе в бокс? Мы понимаем, что, очевидно, у тебя тяжелые руки, но как обстоят дела именно с передвижением, с футворком, и что наиболее тяжело тебе в боксе? Меня, конечно, очень часто об этом обвиняют в том, что и говорят, что стоячий боец. Ну, это целенаправленно было выбрано такое действие, скажем, в кейпбоксинге, по крайней мере. Чтобы принимать на себя и возвращать? Ну, по крайней мере, мне психологически легче контратаковать, и когда человек атакует, он бьет. А когда ты двигаешься, там лишних, не то чтобы лишних движений много, это как бы сокращать дистанцию, времени у тебя, по крайней мере, у меня его никогда не бывает. Может быть, я не так быстро. В общем, и мне всегда было удобно, ну, я всегда старался занять в центре ринга, ну, и преследовать, да, там, оппонента. Вот, соответственно, когда наносит удары, ну, первое, это он устает, второе, он открывается, и как бы у меня до сих пор как бы с этим нормально получалось. Ну, неприятно, конечно, пропускать, иногда бывает, говорят, что я, типа, много пропускаю. Я смотрю и на других бойцов, которые там очень идеально двигаются, там, насчитываются, я даже меньше них пропускаю, потому что я принимаю все это на блок, если меня спросить, конечно. Ну, и одно дело кикбоксинга, в боксе, как это работать будет? Бокс очень сложно, мне психологически легко, потому что, первое, мне не нужно контролировать колено, это самое опасное оружие всех тяжей, кто там за два метра, да, и только им и бьют, в принципе. Мне всегда очень сложно было сближаться, потому что всегда можно нарваться на колено. Это, ну, были определенные риски всегда. И это хайкики. Это вот, почему не делаю уклон? Ну, почему я не ухожу? Да вот, вот сейчас Глория был, вот человек сделал уклон, он там двукратный чемпион мира по Глории, вправо уклонился, ему там хайкик пролетел и уснул человек. В общем, чтобы таких, я в жизни пробовал многое, на спаррингов всегда мы тестировали это. Пару раз мне тоже так ударили, я понял, что очень часто пролетает. Это очень рискованно, соответственно. Сейчас мой тренер меня тренирует, вот именно работа ног. Ноги очень сильно забиты, очень тяжелая работа, я не привык двигаться вообще. Он мне каждый день заставляет двигаться, я говорю, что я не буду двигаться. Ну, посмотрим, будем дебютировать, проверим, как бы, ну, сделаем несколько боев, я думаю, по итогу будет видно, справляюсь я, задача или нет, и там дальше будет видно. А как ты считаешь, с какого уровня тебе предстоит начать, потому что бокси обычно постепенно разгоняются? Мне нужно вот именно, спасибо, я не буду там, я никогда не утверждал, что я там талантливый боец или еще что-то. Я единственное, я и большой лентяй на самом деле, но если я работаю, я работаю, если я отдыхаю, то отдыхаю сполна. Бывали у меня, мне говорят, спрашивали и часто говорили, почему я так надолго ухожу там, да, отдыхаю. Ну, потому что тяжелые удары, я старался следить за своим здоровьем, тем более, что вот у меня последние четыре боя в кикбоксерской карьере, это соперники были на 25 килограмм тяжелее меня все, 25, 30, 35 килограмм, потому что я дерусь 95-96 килограмм, это мой родной вес. А соперники, там, 122, 125, 128. А в боксе первый тяжелый будет спускаться? Я думаю, что в первые бои, там, дебютно, я не думаю, что мне, как бы, сейчас начнут под каких-то легенд бросать. Ну, вот легенда, Эвандер Холифилд, чем не легенда, да? Ну, опять-таки, я бы постеснялся, конечно, с этим выступать, потому что человек взрослый уже. Ну, да, почти. Имя уже там не сделаешь, в принципе, поэтому нечестно было бы. Планируем, я, по крайней мере, планирую начать с самого такого первого уровня, грубо сказать, да, там, 4 раунда, хотя у меня есть опыт выступления 5 раундов, потому что титульные бои у нас тоже все 5 раундов. Вот, сейчас вроде бы дышу неплохо. Ну, очень большая работа, на самом деле, я никогда в жизни не представлял, как это работает 12 раундов. Ну, на руках чуть-чуть легче. И плюс, вот именно психологический момент, мне легче в плане бокс, то, что это только за двумя руками надо следить. Колена нету, хай-киков нет, там, логом, короче, с лактателем не ударят. Но при этом надо более изобретательным атаки быть, раскрывать. Вот, да, ну, как бы защита должна быть. Сейчас я очень часто тоже начал, вот, именно пытаюсь в этой стилистике, очень часто пропускаю, потому что работаю не в своем стиле. Ну, стараемся, да, там, как бы, у меня смотрю, что подходит, что не подходит. Ну, в бою будет видно. Обычно я как-то, как 2-3 удара пропущу, то... План забывается, да? У меня все техника, все забывается. Турпал, на самом деле, я наблюдаю за тобой в Инстаграм, ты прям живешь по режиму. Ты, насколько я знаю, встаешь рано, ложишься так же рано. Насколько тебе тяжело это дается, учитывая, что был такой простой? Вообще, мне тяжело. Режим у меня разный бывает, но в процессе подготовки, и в основном, если я соблюдаю тренировочный режим, как бы тренируюсь всегда, даже если не готовлюсь на бой, да, там, активный образ жизни веду, то... Потому что я встаю рано утром, соответственно, как бы, устаешь уже к вечеру, и с сосном у меня проблем нет. Я ложусь где-то в 10 часов вечера, и будильник у меня стоит на 7, но я всегда просыпаюсь в 5, в 5.30, вот сегодня проснулся в 4.45 вообще. И сразу идешь на тренировку? Я иду на прогулку, или что-нибудь читаю, или смотрю видео какие-нибудь, ну, чтобы мозг проснулся, там, люблю кофе попить. Время пандемии Несмотря на какие-то тренировки, как ты сказал, ты активный образ жизни ведешь, наверное, в зал заходил, чем ты еще занимался? Да, если, как бы, откровенно, я в пандемию отдыхал по-черному. Я лежал на диване с ноутбуком, и все, и ел сладости. Вес сильно подскочил? У меня, вообще, вес держался очень, у меня был без боя где-то на протяжении 8 месяцев уже, вес у меня стоял стабильно, потому что я диету соблюдал. При том, что я практически уже последние 2-3 месяца перестал тренироваться, но вес у меня не поднимался. Потом я заболел корью, потом с ковидом, и, в общем, полтора месяца в больнице. И после выхода меня как-то пробило на сладкое. Я просто не мог остановиться. Я просто, я не знаю, в день, наверное, по 4 пирога съедал. И до каких пределов вес подскочил? Я, когда, ну, сейчас уже можно признаться, потому что я уже скинул все. Я, когда встал на весы, ну, вроде бы, вещи одеваешь, да, немножко там где-то уже жмут, ну, думаешь, немножко похожу, побегаю, там уйдет вес. Но, когда я встал на весы и увидел цифру 126, я в этот же вес, не то, что, говорят, с понедельника начнешь, я прям с этого вечера побежал. Ну, в план был, конечно, как всегда, 10 километров, но я в тот день только километров и 200 метров пробежал. В общем, все остальное пешком. Ну, и вот начал с ходьбы, ну, 3 месяца я уже регулярно, каждый день тренируюсь. Сегодня уже, можно сказать, ну, 2 стабильное делаю плюс бег, там, от 8 до 10 километров. Ну, на самом деле, это действительно такой маленький подвиг, можно сказать. Сейчас ты, наверное, не больше ставишь, ждали? Сейчас я 107. 107 лет, да. Ну, в любом случае 20 килограммов, да, и процесс, скажем так, продолжается. Турпол, мы с тобой писали уже интервью, мы с тобой общались на отсчет, но давай напомним зрителям. У тебя очень интересная судьба, помимо того, что ты выступал в спорте, в многочисленных организациях, у тебя также был опыт выступлений в кино. Твоя актерская карьера, вот, как ты к этому пришел? Не часто увидишь спортсменов, именно наших, воиновских, да даже и кавказских, которые со спорта в кино переходили и обратно. Как вообще этот опыт у тебя получился? Ну, параллельно, как мы учимся, кто-то заканчивает факультет физрука, ну, в общем, нужна была какая-то профессия, да, помимо спорта. Тогда никто же не знал, что, да никто и не верил, что там можешь поезд там взять или чемпионом мира ставить там и так далее. Я помню, как даже в клубе ребята смеялись, когда такую цель ставил. Вот, поэтому, соответственно, увлекался я тогда съемками, а фильмы я любил с детства, да, там, ну, как бы, я думаю, много кто любит фильмы, сериалы посмотреть. И я начал с монтажа, ну, как бы рекламные ролики делать и потихоньку-потихоньку обзавелся знакомствами. И, соответственно, так как я уже выступал за Турцию, у меня, как бы, хорошо там знали, уже тогда был медийным, скажем, и познакомился с продюсером, и он как-то пригласил в свою компанию, говорит, хочешь поработать? Я говорю, давай, как бы, и, как бы, начал там с низов. Постепенно, постепенно эта компания захотела снять фильм, первый подготовку. Мы с известными актерами работали и с известным режиссером Андреем Бартовяк, это он был тогда оператор-постановщик, адвокат дьявола. Вот, он близкий друг, там, Альпачино и так далее. Вот, шесть месяцев я с ним проработал, первый опыт был там. Ну, фильм так и не сняли, но предподготовка к фильму, она шла где-то порядка семь месяцев. Каждое утро, там, приходили к нему в офис. Ну, он приезжал в Турцию, как бы, жил в отеле, и вот мы в отеле в этом и отрабатывали, да, всю работу. Какие кадры будут, сцены там и так далее. Первый опыт так. Потом этот фильм получился из-за финансирования, там, и так далее. И через три года опять они возобновили проект. Ну, там уже мне предложили и сняться, хотя я долго отказывался, как бы, ну, опыта не было. Первая роль, да, получается? Да, первая роль. Ну, там очень много еще по сценарию. А как фильм назывался? Это «Карамурат». «Карамурат». Да, фильм получился, ну, на тройку или на двойку, можно сказать, из-за определенных проблем с графикой. Тогда та компания, которая взялась за графику, она не справилась с задачей, и, соответственно, как бы, ну, на киноленте критики, конечно, пустили фильм. А именно твоя роль, именно твое исполнение, насколько удовлетворительно получилось? Ну, я не могу, как бы, со стороны виднее, но многие меня там хвалили, как бы, говорили, что есть будущее, там, и так далее. Ну, тогда были и семейные проблемы, ну, как бы, не то, что проблемы, обстоятельства нужно было, как бы, уже решать, как бы, возвращаясь домой или остаюсь в Турции. Мать не знала турецкого языка, ей было сложно, все родственники, сестры здесь, общаться не с кем, как бы, они захотели уехать обратно сюда. Ну, в общем, и братья приехали, все приехали, я думаю, что я там один буду делать, как бы, в общем, надо ехать домой. И так приехал домой. Получается, в одном фильме, да, ты снялась? Да, в одном фильме, как бы, ну, мне предлагали, на самом деле, 3-4 проекта, я, ну, не то, что по глупости, но я отказался тогда. Жалеешь сейчас? Времени не было, ну, сейчас, как бы, мне есть еще пару предложений, ну, сейчас-то уже намного легче отоговариваться, и совсем рынок уже другой стал, соответственно, как бы, уже можно не жалеть, потому что тогда бы я, если бы пошел, мне надо было опять с низов начинать, а сейчас уже на равных условиях. А что самое тяжелое для тебя было в актерской игре? Вот если, допустим, в боксе, в кикбоксинге, ты бьешь грушу, бегаешь, там, прыгаешь, понятно, как здесь готовится, как себя подготовить к этой игре? Ну, это было нечто, конечно. Ты стоял там перед зеркалом, отрабатывал или что там было? У нас был учитель, коуч актерского искусства, к сожалению, имя его забыл, но он был народным артистом СССР, переехший в Турцию, но сам грузином, вот имя не помню. Уникальный человек, и, ну, в общем, амфитеатр такой, да, обычный кинотеатр, ну, театр, да, маленький, вот там мы и проводили эти уроки. Но самое сложное было то, что, когда все смотрят на тебя, вот твои близкие там друзья стоят, они смеются, и там же учитель среди них, а ты на сцене стоишь, и тебе говорят, изобрази это. И ты ходишь, там разные, короче, эти, ну, это, вот, первый, я помню, первый месяц, меня не отпускало каждый день, я стоял на этой сцене, думал, Трупул, что ты делаешь, короче, здесь, выйди, это не твое. Ну, это наш менталитет, как бы, ну, не то, чтобы там, что мы там кривлялись, да, ну, любое там изобразить, там, даже, там, не знаю, плач, смех, там, и так далее, как бы, искусственно, это, конечно, сложновато дело. Я понял, что актер, быть актером, это очень сложно. А насколько вот ты вжился в эту роль? Насколько тебе удавалось, знаешь, вот вернуться домой, забыть, или наоборот, дома, там, ты всегда был в этой роли? Ну, это, я думаю, что проблема уже таких талантливых актеров, которые уже там 20-30 лет работают. Ну, мне всегда, конечно, я, когда смотрели, я еще люблю смотреть эти съемки за сценой, как там снимался фильм, когда режиссеры, когда актеры там комментируют, да? Ну, бэкстейдж, да? Да, бэкстейдж, когда они говорили, что вот я вжился в роль, там, или вот, я все думаю, как это происходит, интересно, в общем, я прошел сценарий, как бы, ну, играешь и играешь. Ну, соответственно, так как у меня опыта нет, я не профессионал в этом деле, а потом был момент один, это когда была большая битва, у нас очень много было массовки, это было около, вообще, запланировано было 400 человек, такое даже не делал, потому что есть грин, это, гринскрин, ну, зеленый экран, да, там, добавляют, там, по 10 групп их снимают, ну, этот режиссер был англичанин там, и он решил прям, как бы, массовую, как бы, сцену одну сделать. В конечном итоге, конечно, из-за графики это все равно плохо получилось, но в сам момент, мы были в горах, в общем, меч, щит, и здесь, наша сторона 50 человек, и там, как бы, врагов, типа, побольше, их там 200, короче, человек. И в этот момент начинается туман, и он говорит, мотор, и этот гул, и я такой, знаешь, я сразу улетел, вот, реально, я улетел на 2000, на 3000 лет назад, когда вот эти были крестовые походы, там, и так далее, думаю, вот это вот люди, конечно, Атмосфера, да, такая? Да, и ты бежишь в этом тумане, и ты слышишь вот эти вот, ну, звуки доспехов, звук этих мечей, там, и так далее, и этот рев, в который люди там кричат, и мы настолько, ну, там вся массовка вжилась настолько в роль, у нас человек 40 в больницу отправилось, после первых, в первый же день съемок, реально, пальцы сломаны, уши сломаны, что только не было, там реально люди друг друга готовы были убить. А тебе удалось зарубиться с кем-нибудь? Ну, я до этого тренировался, еще, ну, люблю эту самурайскую тему, там, и так далее, и вот с мечами у меня неплохо получалось, и в этот день, хотя я главный герой, меня вообще трогать практически не должны были, должны были поддаваться, но в тот день меня все хотели убить, короче, но я не пропустил ни одного удара, ну, и самое интересное, они уже настолько вкладывали, во столько они вжились в роль, вот, реально, просто они потеряли контроль, они друг друга били, вообще как будто реально хотели убить. Защита у тебя лучше, чем в кикбоксинге, да, там было? Ну, у меня был щит, я этим щитом, я не знаю, человека 4 точно покалечил там. Оплатили много, это стоило того? Ну, во-первых, если бы я был начинающий, там, ну, не то чтобы начинающий, если бы не был знаком с продюсером, так как я начинающий актер, скорее всего, в нем заплатили бы мало. Но так как он был и другом, и старшим братом, там, и так далее, мне заплатили, ну, порядка 60 тысяч евро. О, неплохо, на самом деле. Но он и обещал, если, как бы, в прокате фильм миллион наберет просмотров, про гневинов кинотеатров, то он тогда мне 200 тысяч долларов по контракту заплатил. И это, какой промежуток времени ты трудился? Так, мы трудились над этим фильмом месяца 4. Месяца, ну, неплохо, на самом деле. Да, это, как бы, нормально было. 15 тысяч долларов в месяц. Да. Это было. Евро? Да, для меня это, в то время, как бы, я в бой, вот, за бой получал 7, там, ну, готовишься тоже 3-4 месяца, а тут... Хотя тут тоже было нелегко, на самом деле. Мы каждый день тренировались, по 2 тренировки день, оттачивали хореографию, придумывали что-то. Я еще там и был директором хореографии тоже. И мало того, что сам себе должен придумать, какой я на камеру должен хорошо. А были ли с твоей стороны какие-то условия? Ребята, вот это я точно не буду играть. Или там, вот, какие-то были условия с твоей стороны? Были, там, ну, то, что сцены, это неподобающе, да, наши моменты ли, там, оскорбляющие религию, там, грубо говоря. Ну, такое я сказал, что я точно не буду делать. Ну, соответственно, они хотели на меня, там, этот, крестное повесить. О, да. Ну, хотя это роль, конечно, многие это делают, в принципе, как бы, ну, да, необоснованно, даже не то, что взял в сердце. Ну, я не согласился. А не было недовольства с их стороны? Нет, ну, единственное, этот, первый режиссер был англичанин, он не мог понять вообще, потому что актеры же, их вообще никто не спрашивает, если они контракт подписали, там, ну, если ты не суперзвезда, конечно, у тебя, как это это называлось, условий там нету, как бы, не соблюдает, а он такой сидит, думает, человек безвестный, кто это такой, он очень часто спрашивает, вообще, кто это такой, почему он говорит, что он это играть не будет. Почему мы делаем то, что он говорит, да? Там была еще сцена, по сценарию, я предупредил этого продюсера, своего друга, сказал, что я там играть не буду, ну, эту сцену я точно не буду играть, там нужно было убить женщину и ребенка. Жестко. Да, ну, как бы, я там злодея все равно, все равно я играл на стороне, как бы, врага, тут мусульмане, скажем, да, я там, типа, командир римлян. Соответственно, и там нужно было убить женщину, это главный герой, да, там, и все семьи его, чтобы он там разозлился, и он вышел со мной на бой, типа. То есть ты Карамурата играл или нет? Нет, Карамурата играл. Кто твоим образом был? Кого-то играл, римского, полководца, полководца, да, ну, короче, как звали его в фильме? Таус. Таус. Да, это, типа, римский генерал, ну, это когда битва за Константинополь, в общем, да, эпох. Ну, это все выдуманное, Карамурат у них, типа, ахиллеса, только турецкого. Вот, там очень много старых фильмов есть, где они там прыгают, дерутся. Недавно я увидел фотографии. Ты встречал своих знакомых, друзей, как я понял, из Турции, героев сериала Эртогрул, да, как я понял. Расскажи немного об этом. Да, Эртогрул. На самом деле, да, здесь, на Кавказе, просто невероятная популярность у этого сериала. Все смотрят, все буквально смотрят. И многим, я думаю, будет интересно, как ты с ними познакомился, откуда их знаешь? С Джаму Чаном, вот этот, который в Адул Хамиде он играет, только вот я сам не смотрел там все эти, к сожалению, но должен посмотреть. Я все готовлюсь, серии там по два часа, как бы времени нет. Вот. Этот Джаму Чан, он довольно известный. Он начал сниматься вообще после меня через, там, через два года. После моего фильма. А познакомились мы в пятизвездочном отеле, он там работал охранником. В Стамбуле, да? Да, в Стамбуле. А в этом отеле был турнир, я дрался с Эрик Зовой, голландский чемпион К1. В общем, там мы с ним познакомились, а вот этот владелец всего этого отеля, там, и так далее, он загорелся желанием делать промоушены. И, а этот, был его еще близкий друг, он там был начальником, он там особо и не работал, в принципе, он был начальником охраны, следил за порядком. Вот, и мы с ним там познакомились. Я выступил, и он, в общем, загорелись туда-сюда, он говорит, финансированный будет, хочешь продолжить, говорит, драться за Турцию, как бы промоушены. Я говорю, конечно, да. И вот мы с ним сдружились, и он провел три боя, на самом деле. Он сделал с Радуан Кайра, который с Минею, он дрался, чуть не проиграл Минею ему. Второй бой, это был турок непобежденный, на тот момент он был, как бы, звезда Турции. В общем, и этот бой меня прославил, вообще, на всю Турцию. И третий бой он мне сделал за поиск чемпиона мира ИСКО, опять против Эрика Зовы, это в 2010 году. В общем, вот так вот мы за эти, все эти три организации у нас сдружились мы, как бы, я у него жил у него дома, он в Турции, в Стамбуле. Вот, так же его сына знал, там, его брата, вот, Ей Тучан, которого с мамой Куру лучше снимается, сейчас уже известная личность. В общем, вот так вот, а потом, уже, когда я уехал домой, туда, он уже снялся в фильме, они там, как бы, тоже встречались, обсуждали это. И я приехал сюда, ну, тогда у нас не было еще этих, ну, Инстаграмом не так часто использовались, Ватсап у него у всех был там. Короче, связь мы потеряли, вот, и спустя столько лет, вот, буквально недавно, я думаю, где он вообще, просто написал, я даже не знал, что он играет, уже стал актером. Смотрю в Инстаграме, как бы, нашел его там, официально его, этот, с галочкой, ну, напишу, написал, он мне сразу номер телефона туда-сюда, говорит, и звонил, где ты, говорит, был, я тебе, 7 лет еще. Говорит, кого только не спрашивал, сказали, что ты, пожалуйста, пролетал, а вся проблема в том, что я, это, пароль фейсбука забыл, никак восстановить его не могу. Ну, там есть, забыли пароль, есть такая, это, можно, не получилось, не получилось, там, а, там, у меня, это, 5 тысяч друзей, и там, когда ты восстанавливаешь, нужно опознать своих друзей, а я раньше добавлял, ну, там, добавлялся, всех подряд, да, я уже даже лицам не помню, Никак не могу угадать, кто есть кто. А вот другие актеры, там, я, честно скажу, я не силен, как бы, в этом во всем, но я знаю, что Бурак, очевидно, по-моему, другие-другие с ними знакомты. Я с ними не знаком, но они близкие, друзья мои, друзья. Но, тогда еще такой момент, никто не предлагал ли тебе сниматься в Артагруле, Мур, Хадимура, в этом? Ну, сейчас, сейчас, рано, что-то говорить, ну, в этих проектах нет, вот, «Великолепный век» был, раньше, когда смотрели тоже, туда меня приглашали, ну, точнее, как там получилось, не прямо, там, режиссер мне, или продюсер, был агент, который занимается, он тоже мой близкий знакомый, он говорит, хочешь, говорит, я тебе поговорю за тебя, может быть, найду тебе какую-нибудь роль, или, там, кастинг пройдешь, как бы, подходящую роль тебе дадут, как бы, ну, как бы, да, если сам справишься. Я сначала согласился, но потом у меня был бой, тут тоже, в общем, я готовился, как-то сроки поджимали, и я, как-то, думаю, ладно, как-то потом, что-нибудь разберемся с этим. В общем, и вот так все это откладывалось, откладывалось из-за карьеры, на самом деле. Ну, как я понял, ты сейчас не исключаешь того, что ты можешь еще сняться в кино. Ну, я есть тоже одни проекты, вот мой друг Джамучан, он мне еще, вот, три недели до того, как он сюда приехал, он мне, он сказал, что, типа, 7 лет меня искал, ну, как бы, да, я тоже его, в принципе, как бы, спрашивал, кто-то видел его, не видел, там, старая знакомая, он, как-то, уже ни с кем не общается особо. Поднялся. В общем, и он сказал, на следующий год у него есть один проект, и, типа, если ты не против, давайте вместе его, ну, как бы, вместе с ним. Я сказал, хорошо. На самом деле, было бы любопытно, ты такой многогранный человек, и действительно, интересно за этим наблюдать. Ну, и я знаю, что у тебя еще был период, когда ты жил в Казахстане долгое время. В целом, ну, в двух словах буквально, как тебе полюбился муай-тай, как ты пришел в этот спорт, кикбоксинг, муай-тай, как ты познакомился с ним? Меня, я, в общем, вернулся с Турцией, точнее, меня депортировали оттуда, я подрался, в общем, из-за драку меня депортировали оттуда. И, ну, соответственно, делать нечего, в Казахстане уже, как бы, я мало кого знал. Я, как бы, бегал, пошел на стадион, после пробежки, возвращаясь мимо парка, там были наши ребята, шейповые братья, Ибрагим, Ислам. Вот, в тот день был Ибрагим, еще пару было Алхазур, третьего я не помню, и Рустам вроде бы, да. И он говорит, бегаешь, типа тренируешься, я говорю, да. Он говорит, а где ты тренируешься? Я говорю, да просто бегаю, подтягиваюсь, там. Он говорит, не хочешь нам в зал? Я говорю, в какой зал? Он говорит, мы муай-тай занимаемся. Я говорю, что такое муай-тай? Ну, он говорит, ну, типа каратэ знаешь, я говорю, знаю, ну, кикбоксинг, я говорю, слышал, да, ну, фильмы мы же смотрели, кикбоксер там, джан-клод ван дам я говорю знаю он будет помнишь в этот фильм вообще там у это из коленом бил стенку пробует и вот так я попал в зал а сколько тебе лет было мне было 19 довольно поздно да у меня было задание тоже в задатке подготовка физическая да там нас в семье тренировали меня на борьбу немножко дел на бокс ходил бегали отжимания там по 200 раз заставляли на сделать но это было все соответственно физически я развит был ну как бы пошел в зал там месяц буквально два-три месяца потренировался получилось так что в финале за в чемпионат города был финале один парень отказывается драться против чемпиона казахстана вот я не знаю как я победил на самом деле такой грязный бой был своего даже удалил на самом деле когда это еще было дядька очень сильно ругал что я удалил это случайно не хотел чтобы это кто-то видел когда-нибудь в общем с этой победы все началось если я проиграл может быть сто процентов может быть и не было это какой год получается это был 2004 год это еще до начала 2004 года и ну не знаю короче мне конечно характер своеобразный возможно я бы разозлился бы и тренал хотел бы реванша скорее всего ну возможно быть и не получилось бы потому что было бы давление с 7 там там поиграл там все короче не твое какое а какой самый сложный поединок был твоей карьере один из самых сложных был по крайней бой мы с этим поляком который с англии дешмал каждый раз когда его бил у меня хрустель и грозь кости до сих пор локоть даже болит это два раза как бил реально искрило и каждый раз он вставал я уже когда он на третий раз встал боюсь по себе в боже лежи уже зачем тебе тогда он там провел еще серию очень хорошую ну я вообще очень много в жизни пропускал ударов и был очень часто мне говорят что мне пробить нельзя там и так далее вы не пробивается на самом деле очень много было у меня таких моментов где я был в нокдауне реально мне нужно было считать но я всегда старался вот но если нокдаун это посчитали то значит минус раунд уже да 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 это еще со времен любительской карьеры я всегда старался как бы если печень не пробили что бы со мной не случилось я никогда не давал себе считать вот знаешь терпеть эту боль короче на буквально 30 секунд потерпеть перекрыться и главное чтобы вот рефери ничего не понял я каждый раз если вы так даже если вы посмотрите в какие-то определенные моменты есть момент когда немного бывает спиной поборачиваясь к рефери что знаешь в глазах посмотрел ну в основном всегда терпел это был один из самых тоже тяжелых боев был еще один тоже вот полики на самом деле с характером ребята надо отдать им должное самое тяжелое не знаю самый ожидаемый твой бой был наверное в рамках кикбоксинга и мой тай там снг это против меня его да он так и не состоялся долгие что мой родин тоже очень продвигал этот бой я помню в чем была причина ты был готов с ним драться я был готов и драться да и сейчас в принципе готов вообще не проблема ничего что это спорте и спорт но вот ну тогда там сейчас детали конечно буду разглашать потому что у нас были конкретные разговоры если у менеджера там и так далее ну во первых он был тогда молодой очень и ну рано короче почитали для него такой бой хотя тогда у нас в старейского с моей подготовкой тогда как я тренировался грубо говоря ну а 50 на 50 у нас был сейчас я тренируюсь так как сейчас насколько реально и по каким правилам да кроме мама по любым короче ну потому что у меня просто борьбы нет и у меня нет времени учить там три года и уже будет 40 хотя знаешь на самом деле я не прошу тебя да какие-то громкие заявления делать но тем не менее вот если владимир посмотрит наши интере чтобы ты мог сказать если ты заинтересован в этом поединке даже не знаю увидимся в ринге как вы все равно есть определенная фанглуб фангруппа да там в россии есть любители спорта следят им всем качество как бы у нас вот это вот интересно кто же опять так же даже если допустим я сделаем гипотетически да там я выиграл его один раз да там но если там в трех три раза мы сойдемся и там четыре раза сойдемся может быть 2 1 там 2 2 не знаю по разному соответственно на сегодняшний день я думаю чтобы быть так вот идти как феномен там делать 30 0 там и не знаю 40 0 это нужно очень грамотно подходить каждому бою да там каждому сопернику это вообще еще отдельная работа как и тренировочная знаешь подходить каждому спортсмену это конечно ну показали нам да люди это можно сделать но нелегко на самом деле это было бы интересно владимир выступает ммай но я уверен что при определенном интересе и при определенных финансовых условиях и ему и тебе это было бы интересно да вообще сейчас все держится на хайпе короче тем более вы его вообще никогда в жизни не делал громких заявлений один раз в жизни только сказал это был я дрался с региона кэра и его привезли чтобы меня побили это говорили все потому что в турции как бы я уже достал их там в общем все ну как бы пора турбова проиграть до привозили до этого тоже двух раз сказали что сейчас он точно проиграет там одного тяжа привели хотя у нас я был 92 килограмма тот был 118 или 119 в общем получилось его тоже нокаутировал и в общем открытого радио анкара он тоже чемпион к 1 стал голландии его призыва но сейчас он стопроцентно в общем не вытянет и самый интересный когда всю жизнь молчал улыбался ходил я выхожу и мне подходит человек с камерой говорит что скажешь пару слов когда пришел увидел победил и что в итоге я вот потом после этих слов я еще где-то метров 50 шел до ринга и думал боже зачем это сказал зря это сказал выиграл я больше горел это уже данный каутирула его но уходя он коленом этим летающим коленом он черкнул так что у меня на протяжении целого раунда у меня такое ощущение было что знаешь вот сварка тебе прошлись и у тебя горела тут и самое интересное я продолжал с ним драться и у меня здесь знаешь в этого боковое зрение черной линии такая вижу как-то теперь ты не бросаешь до вызова получается да и когда их не бросал я всегда говорил что я готов драться с любым вообще неважно я был 90 килограмм 200 грамм когда в абсолютно мире в абсолютном весь выступал там и самый легкий соперник был алексей кудин пятикратный чемпион по моему это в 116 килограмм он был я был 90 килограмм на самом деле у тебя очень серьезная база боев кто хочет тот ознакомиться в интернете это все есть результаты знаешь мне сегодня хотелось бы даже больше не о спорте пообщаться а именно как человеком чтобы люди тоже поняли какой-то человек мы тебе желаем всего самого наилучшего чтобы ты не зацикливался на одном направлении чтобы использовал весь свой потенциал ну и довольно интересно было бы тебя увидеть в одном из сериалов фильмов турецкий но я думаю сейчас ближе все равно возраст уже идет к окончанию карьеры да там как бы мы не говорили возраст молодость уходит ну думаю три четыре года сорок там 42 для тяжелых я я смотрел по рейтингу там из 100 человек которых четырех организация там 80 человек это плюс 43 43 плюс 44 но это уже именитые люди конечно но тем не менее как бы когда ты в тюрьме в тюрьме в тюрьме поступает что еще есть там как бы если здоровье поздно позволяет то можно выступать соответственно ну даже если это будет 44 достава 7 8 лет буквально для карьеры пока я там 3-4 года идти там уже будет завершение недалеко соответственно тем что я умею еще работать и зарабатывать так это наверное съемками но это тоже нужно будет чистого лица начинать актерское искусство это каждый ежедневный труд как и тренировка только перед зеркалом не представляю как я это буду делать я просто делаю это в общем со стороны это очень глупо выглядит но главный результат ждем ждем твоих проектов ждем твоих выступлений и спасибо тебе за то что принял участие в нашем проекте программе рад был пообщаться на этом уважаемые друзья у нас все спасибо за внимание занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни ну и конечно же не пропускайте наш следующий программы увидимся как обычно ровно через неделю